Музыка Всем привет! Сегодня мы в гостях в супер теплице, супер Игоря Пугача. Также известного как кактус. Вы наверняка его знаете, без лишних слов хочется задать тебе вопрос и поздороваться. Да, привет Кир, очень рад тебя видеть, потому что очень долго ты до меня ехал, но зато ты рад. Удивлен очень, сейчас мы еще пройдемся, покажем как тут круто. Первый вопрос к тебе. Как вообще пришла такая идея, как ты добился такой теплицы, такого огромного количества кактус? Да, идея на самом деле была проста. Я всегда хотел заниматься любимым делом. И, собственно говоря, мой бизнес получился из того, что у меня было любимое дело. Я хотел, чтобы это дело хоть как-то само себя окупало, потому что все-таки содержать такую теплицу непросто. Ну и плюс ко всему хотелось бы, чтобы мне всегда нравилось дарить счастье людям. Потому что когда мои цветы, когда я еще был в школе и только начал заниматься кактусами, я покупал для себя там пакетик 10 семян, из этих 10 семян вырастало там 5 растений, 2 я оставлял в коллекцию, а 3 надо было куда-то девать. Я выходил просто на рынок и там по 20, по 30 рублей распродавал цветы. И ко мне уже каждую субботу выходил, у меня уже выстраивалась очередь, что ой, а Игорь пришел на рынок, принял что-то новое. И я просто получал драйв от того, что люди приходят и такие, мы никогда в жизни такого не видели. И как-то вот так вот все пошло-поехало. Слушай, ну мы в этой передаче развинчиваем такие стереотипы о бизнесе. Вот ты достаточно молодой предприниматель, и тем не менее, вот посмотрите, да? Да, официально я еще меньше, полгода только зарегистрирован как предприниматель. Обычно люди говорят, вот кстати об этом тоже поговорим, а люди говорят, вот да я слишком еще молодой, у меня мало опыта, ничего мне там не поможет. Или наоборот, я очень старый, я уже слишком все, уже какой бизнес. Да, это на самом деле очень большой роль играет навязанные желания и стереотипы окружения. Потому что я очень сильно люблю своих родителей, но тем не менее, у них стереотип отношения к жизни такое, что нужно работать, работать, получать зарплату, пенсию и все будет хорошо. Но потом, когда я начал жить один отдельно от родителей, я понял, что на самом деле все может быть по-другому. Можно, всегда можно уйти с работы и заняться своим делом. Конечно, это нужно делать аккуратно, нельзя. Всегда нужно, чтобы сзади была какая-то подушка безопасности, хотя бы в плане работы. Кстати, как говорил Киосаки и многие другие люди, что все свое состояние они сделали в свободное от работы время. И я с ним полностью согласен, потому что я именно в свободное от работы время начал выращивать, продавать кактусы. Это было мое хобби и сейчас остается моим любимым делом. И я это дело ни на что не променяю, даже сколько бы у меня денег не было. Ну и как бы все в свободное время делается. Тогда такой вопрос. С чего начинал, какие были трудности и как ты их преодолевал? Самое трудное было, конечно, уволиться с работы. Потому что очень страшно, очень страшно не зная, что делать, как дальше жить. Потому что, боже мой, я уволился с работы, мне надо за квартиру платить за это. И тут нападает страх, и я выходил из этого страха таким образом, что я читал книги по бизнесу Брайан Трейсик, Киосаки тот же самый, и много других авторов, Робин Шарма. И я просто... Передо мной был пример того, как другие люди успешно сделали, стартовали свой бизнес. Причем они разорялись три раза или четыре раза, и все равно поднимались. И имея перед собой успешный пример, вот в том числе Твойкир и многих других наших российских предпринимателей, я подумал, что ну раз они смогли, то я смогу. Чем-чем действительно отличаешься. В общем, самое страшное, что вас ждет, это уйти с работы. Вот это самое... И кроме того, когда, ладно, ты ушел с работы, начинается давление родственников и друзей. Как же так? Как ты ушел с работы? Что ты будешь делать? И тут надо сказать, все нормально, разберемся, надо попробовать. Так что, ну опять же, я ушел с работы, но у меня были... Я с зарплаты откуда начал откладывать денежки, то есть у меня был какой-то небольшой запас, мне там на три-четыре месяца моей стандартной жизни не хватило бы. Но я... Мешок картошки, макарон. Ну да, у меня был... Это был как раз кризис, 2008 год, и почти все свои сбережения я вложил в паевые фонды. И когда настал кризис, они резко рухнули, и все там 150 тысяч, которые я положил, снять я смог только 40. Потому что это было... Я думал, что на эти 40 тысяч я могу прожить 2-3 месяца. Я так думал. Но получилось так, что я на эти деньги купил себе небольшую тепличку. Вот эта теплица 160 квадратов. Я начинал... С самого начала у меня была забалконная тепличка, там 2 квадратных метра. Тоже я сам ее обмастерил с поликарбонатом. Потом вот на эти сбережения купил 12 квадратных метров теплицу, установил на огороде, там их выращивал. А потом переехал сюда, здесь я ее арендую, она арендована. Но, тем не менее, эти площади мне позволяют вдоволь заниматься своим любимым делом. Ну и, конечно, заниматься бизнесом, который на данный момент сейчас очень много надо отладить бизнес-процессов. Я этим сейчас занимаюсь. Но зато я знаю, что как только я закончу, я уже буду только заниматься любимым делом. Круто. Сегодня узнал о том, что тебе совсем другим боком помог фестиваль творческих решений. Да. Расскажи, вот, интересно. А-а-а, какой-то хитрый. Да. Какой-то хитрый. Ну вот, там если... Давай, сейчас покажем. Да, сейчас подожди, там, по-моему, видно. Видно. Наташа, помаши ручку. Видите? Это моя девушка Наталья. И именно с ней я познакомился благодаря Киру и фестивалю творческих решений, на котором мы, собственно говоря, с ней и познакомились. Круто. А пришел-то денег взять там или что-то? Найти спонсоров, инвесторов? Решил я на фестиваль для того, чтобы, да, найти инвесторов для развития своего бизнеса. А нашел что-то гораздо более важное? Получилось решить и не только бизнес вопрос, но и более важный, на мой взгляд. Тем более, что Наташа мне очень помогает, она во всем меня поддержит. Я очень рад, что нашел ее. Слушай, ну давай тогда, логично было бы перейти и спросить. Наш вдохновитель, вернее, не наш, а вот его вдохновитель. Да, и вот смотри, смотри, как они вот, сейчас вечер, а вообще они потом раскрываются, вот такие вот большие-большие цветы, вот завтра приходи, заснимешь уже раскрытые. Ну вот, я хотел тебя о девушке порасспрашивать, а ты все, о кактусах, о кактусах. Вот, расскажи, каково это быть вот таким соратником, вдохновителем предпринимателя? И многие считают, знаешь, что вот он предприниматель, он все время занят, мне его не хватает, ну и так далее. Ну, Игоря мне хватает, потому что он успевает найти время для меня. Тем более, мы часто говорим по бизнесу вдвоем, часто мне удается что-нибудь ему подсказать по делу, хотя я, конечно, в этом до этого вообще никак не была и ничего об этом не знала. Но он как-то так в эту среду меня влил, и все, я пошла по его стопам буквально. И теперь уже хожу с ним на мероприятия, уже все это понимаю, уже могу даже иногда... Отличить мамиляри от на таках? Да, отличить одно от другого. Ну, с ним нужно знать то, что знает он обязательно, потому что он не любит говорить о том, чего он не знает. А мы с ним, когда встретились, мы были немножко в разных сферах. То есть я больше медицина, психология, он больше бизнес. И нам с ним было трудно найти точки соприкосновения, поэтому мне пришлось переучиться на то, чтобы понимать его абсолютно и полностью. Не возникает конкуренции вот внутри бизнеса? Нет. Я чувствую, что я не хочу быть ведущим человеком, я хочу быть человеком, на которого можно положиться. Круто. У нас четкое разделение на самом деле, потому что Наташа, она отвечает, если мне важны цифры, ну то есть мне нужно точно знать, как все распланировать, сосредоточить там, все рассчитать, то она берет на себя там, так сказать, декоративную роль. То есть если для меня важны сами растения, там цветут они, не цветут, то она там, ей надо, о, надо не просто, чтобы цветут, но еще в красивом горшочке, чтобы они рядом красиво стояли, там все было чистенько. То есть это получается такое дополнение к этому. По поводу бизнес-секретов я подумал, самый главный бизнес-секрет, это, конечно же, вообще бизнес-идея должна обладать несколькими характерами ваших. Первое, это сама хорошая бизнес-идея, которая реальная и действительно нужна людям. Второе, это команда. Без команды ничего вообще не получится. Причем команда должна быть, это мог бы даже не обязательно друзья единомышленники, это должны быть люди, которые дополняют друг друга и дополняют в разных вопросах. То есть один берет на себя там одну сферу, другой другую, третий, третью. Вот на примере моего бизнеса, это там маркетинг, фотографирование, все, что касается ухода за растением. То есть все разделено на такие четкие сферы, которыми заправляет какой-то один человек. Ну и третий секрет бизнеса, это просто нужно больше знать и больше общаться с другими предпринимателями и непредпринимателями, много читать. Потому что каждый раз все меняется и нужно быть в курсе. Потому что то, что работало вчера, сегодня уже не работает. Нужно стремиться к новому. Вчера, к примеру, вчера мы смотрели все ламповые телевизоры и работали на ноутбуках, а сейчас уже планшетные компьютеры и плазменные телевизоры, которые намного превосходят. Ну, технологии идут гигантскими шагами. К этому надо быть готовы. А, еще юмор. Юмор, да. Сюда надо юмор. Юмор. Девушки были, теперь юмор. Юмор, он позволяет мозгу прям раскрыться. Юмор, он всегда выбивает за рамки стандартного мышления. Поэтому смотрите КВН, это очень полезно. Потому что многие удачные бизнес-идеи ко мне пришли именно при просмотре КВН. Вот, ну и конечно же, приходите все ко мне на сайт кактусенок.рф и если вы будете в Ростове-на-Донуле, Ростовской области, то ко мне приезжайте в теплицу 24-я линия 28. Опять же, на моем сайте это написано. И тут такая мучка будет, как сусенок, точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова